Ребенок смеется над бабушкой или дедушкой. Как реагировать? Очень сложная ситуация, очень непростая, как для родителей, так и для бабушек и дедушек. Самая лучшая реакция – это реакция до того, как это произошло, то есть родители должны быть уверены в том, что они сами никогда не допускают ничего легкомысленного, каких-то высказываний в адрес бабушки или дедушек, когда их нет. То есть я поняла того, что ребенок озвучит то, что он слышит от родителей, или он озвучит их интонацию, или он озвучит то, что они говорили. То есть всегда при ребенке, естественно, и всегда вообще в жизни говорить о них очень уважительно. Если это уже произошло, то это очень неприятная ситуация, но не впадать в панику. Потому что если родители начинают паниковать, они боятся, что тогда только усугубляет ситуацию. Очень часто маленький ребенок может ляпнуть в какую-то глупость, не ведая, что творит. Это звучит для взрослых оскорбительно, но для маленького ребенка это совершенно естественно, потому что он не придает такого значения словам, которые или фразами, или выражениям, которые передают взрослые. Тогда по возможности сказать, ты хотел сказать так-то и так-то, но взрослым так не говорят, а говорят вот так. То есть демаломатично его фразу, которая звучит устрашающе для взрослых превратить в невинную фразу. Сказать то, что ты сказал, это неприятно, так не говорят, а говорят вот так. Тем самым вы даете понятие бабушке с дедушкой, что он не имел в виду сказать, это просто была глупость, это ребенок. С другой стороны, вы приучаете его к тому, как правильно, уважительно говорить со взрослыми. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова